Приветствую, друзья! Сердечно! Вроде все одинаковые. И теории стресса все одинаковые. Просто путаница в том, что наши великие учёные, не читая друг друга, создают одну и ту же теорию, термины разные используют. Вот, например, я смотрел великая сегодня такая вот германская новая медицина. Ну, обратите внимание сами. Значит, когда стресс у человека, значит, в мозге происходит какое-то там изменение, и там томография стоит, чтобы определить, одновременно происходит в органе и одновременно в психике. Ну, отряд такой. И вот надо там выходить с этим человеком, с этим пациентом, так называемым, на дружеской основе. Не стоя над ним вот так вот, а он тебе вот так вот. А на дружеской основе находить, как выйти из этого положения. Ну, короче говоря, то, что мы делаем в школе, человек будет ещё хомофутуру ежедневно. Так я вам скажу. То же самое делал Хаббард. То же самое делал Павлов. То же самое делал Узнадзе. Люди все одинаковые. Как говорил Андрея Жит, всё давно уже было сказано, но приходится повторять снова и снова. Ну, вот смотрите, у Хаббарта что? Во время стресса энграмм возникает. Ну, то есть, допустим, вы в стресс попали, у вас голова болит, или спина, и кто-то сказал, или возникла мысль, вот теперь это будет продолжаться бесконечно. И в больницу попаду, и так далее. И ты зависал. А у нас это называется зависание. Одно и то же у всех, просто там термины разные у людей, потому что не все друг друга читали и создают заново и заново одно и то же. Все люди одинаковые, потому что Вселенная, природа, она породила человека. И, конечно, в мозге, вот этот даже внутренний диалог, это как раз-таки шток. Это, по существу, то, что социум в человеке в этом внутреннем диалоге. То есть, он когда думает, его мысли проистекают таким образом, что он как будто с кем-то разговаривает, кому-то отвечает на вопросы, и так далее, и так далее. Когда у него нервно-психическое напряжение поднимается, он начинает слышать эти навязчивые мысли. Ну, как когда давление артериальное поднимается, или сердцебиение, он начинает это слышать. Там в нормальном состоянии. Внутреннего диалога он не слышит. И сердцебиение не слышит. Люди все одинаковые, потому что порождены одной и той же природой, одними и теми же законами природы. И вот эта Великая Вселенная, она внутри нас в виде этого диалога. Так вот, послушайте, даже вот в клинической смерти человек испытывает подобные ощущения, потому что люди все одинаковые. Они там летают в клинической смерти, там какой-то коридор, и они там взлетают. Ну, это якобы доказывается, что я здесь после смерти. Нет, это доказывается, что все люди все одинаковые. В этом кризисном состоянии все люди испытывают подобные ощущения. Это большая надежда. Может быть, мы все-таки люди когда-нибудь договоримся, услышим друг друга. А для этого у нас есть нулевое состояние. А у Хаббарта что было? У Хаббарта было то же самое, только у него был М-метр. И раскрепощающие действия, которые мы делаем, более современным образом. А у нас вместо М-метра, а у нас индикатор напряжения. Более современный, бесплатный. А там стоит 20 тысяч долларов, например. Этот один М-метр. Короче говоря, весь вопрос заключается в том, что если вы глубоко подумаете, избавитесь от этих шаблонов, стереотипов мышления, перестаньте смотреть на авторитеты. Ну вот. Да. Сыночек мне написал. Я ему сейчас отвечу. Я его выведу завтра. Мы с ним поговорим. А Лен мой славный такой. О, и художник одновременно, и психолог выдающийся. Ну, подписывайтесь на его каналы тоже. И дочка у меня просто выдающаяся, и психолог. Ну, в общем, короче говоря, вы подписывайтесь и на их каналы, и на мой канал Ютуба. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Потому что Ютуб снова откроют, я уверен. Да, у нас уже 207 тысяч подписчиков. Осталось там 30 человек подписаться. Будет 208 тысяч подписчиков. И на Телеграм подписывайтесь. И на Телеграм-платформу, которую ведет у нас Наталья Коветама. Привет ей. Спасибо. Друзья, хочу вам сказать, особенно сейчас сказать спасибо. И, конечно, не перечисляя сейчас сразу этот список имен. Вот видите, Олен звонит. Сейчас. Олен, я тебе сейчас позвоню. Хорошо. Так. Не перечисляю я список имен. Это выдающиеся люди. Они мне до краски деньги прислали. Посмотрите, какие картины я рисую. А теперь там мы сделаем рядом с божьей коровкой, которая на ромашке. Вокруг сделаем точечки такие, чтобы объема больше было. И листочки немножко покрасим белым. Сейчас краски пришлют. И называя всех имен, пока я их назову все, я их записываю себе, чтобы потом сделать выпуск, все имена назвать, кто мне прислал деньги на краски. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Будем рисовать дальше. Белую ромашку. И у нас есть и не только белая ромашка, а у нас, смотрите, какая мать Берегиня. Ой, какой у нее взгляд. Ну, это же настоящая картина. Это настоящая живопись. Ладно, мы сделаем еще вместе и бесплатный ликпес, и вебинар. И мы вместе сделаем еще, ну, мы в формате коллективный разум, вместе пишем картины. Поэтому спасибо вам, друзья. Вместе мы сила. Потому что мы все люди. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...